I have a voice of blowing things up. Я смотрю, что зрители начали проявлять к ней интерес в последнее время. Были даже просьбы вернуть эту игру на канал. Я это с удовольствием делаю. Тут, кстати, произошло много изменений. Это неудивительно, потому что это одна из первых игр, которая у нас появилась на канале. Значит, прошло уже порядка больше трех лет, если там не три с половиной. Давайте смотреть. Вышел Final Cut. В общем, все, что тут было, я только что скупился. Вышли новые сториз, вышел Final Cut. По-моему, в прошлый раз, когда я играл, было обновление Little Ones про детей. И как раз я посмотрел плейлист. Вроде как у нас было два прохождения. И оно было как раз там, где Little Ones. Тут я смотрю, что ребенка за руку он держит. Но здесь уже название Final Cut. Продолжить. Я случайно тыкнул новую игру. Я даже не начинал, просто быстренько свернул. У нас есть вот сюжетный режим. Насчет сюжетного режима, смотрите, какая штука. Вот есть выбор эпизода. Есть обещание отца. Есть последний эфир. Есть тлеющие угли или даже угли. Дело в том, что... Я уверен, что я проходил последний эфир. Но я не помню, когда и где. По-моему, это было не на канале. Это было просто откуда я это помню, откуда я это знаю, без понятия. Также, если вы помните, когда мы в прошлый раз записывали This War of Mine, у нас там был выбор историй. Из Little Ones теперь я не могу найти этот выбор историй. Оно как-то идет то ли рандомным образом, то ли что-то такое. Если я правильно помню, что вроде как тлеющие угли было то ли недоступно, то ли в разработке. В общем, предлагаю сегодня начать именно с этого. Оно для меня выглядит новым. Давайте начнем с него, а потом уже, как история вырулит, подсказывайте, что хотите. И, кстати, извиняюсь, но музыку я всю полностью выключил, потому что у меня в плейлисте, опять же, я сейчас немножечко напоминал себе про игру. Там половина видео с испорченным звуком, потому что они были, ну, забанены по авторским правам. Спасибо, ElevenBit, за то, что вы выпускаете игры с такими вот. Ну, в общем, ладно. Тут нет никакого режима ютубера, режима стримера, и не могу отключить, ну, поставить музыку непалевную. Тут музыка будет только такая. Поэтому я пока полностью отключил, поехали на тлеющие угли. Будем посмотреть. Я не знаю, что нам готовит эта история. Да, история. Кстати, я переключил на русский язык, как вы видите, но вот такие вставочки будут, это неизбежно. У нас будут синематики, серьезно? Вот, насколько это возможно, синематик. А я, я уже играю. Чем я играю, погоди. Во время Сады Погорина, вешенцы оставшиеся у горы постоянно подвергались нападениям. Красота. И падением тоже. Да ну, ребят, война это фигня, конечно. В смысле, это что-то плохое, а не что-то легкое. Бегать я не могу. Ну, грозницкая армия, оцепившая город, получила приказ провести точечные атаки, чтобы сломить дух горожан. О, где-то я это уже видел. Военные цели, военные цели в учреждения и места, имевшие культурное и религиозное значение для народа Вышени. Еще, наверное, в энергетические объекты, да? Смерть вышенцам, по-моему, написано там. Несмотря на смертельную опасность, многие были готовы рискнуть всем ради спасения общего населения. Знаете, в чем прикол? Я точно помню, что зимний геймплей здесь самый жесткий. Если мы сейчас начинаем вот с такого вот положения, чувак явно еще и хромает. Это история тех, кто... Выжил или что-то, извините, не успел прочитать последнее слово. Зимний геймплей, он очень сильно жесткий в начале, потому что сразу приходится тратить много дерева. Ну, то есть, нужно какое-то время для того, чтобы скрафтить топор, для того, чтобы добыть это дерево. А дерево зимой очень в большом дефиците. И надо будет как-то свою халупу отапливать. В общем, я не знаю, смогу ли я с первого раза затащить. Тут будет такой элемент рандома, потому что... Ползи, дружище. Закрой дверь за собой, пожалуйста, и ползи. Дверь закрой. Погодите, там на что-то можно было вроде как подсвечивать предметы. Ладно, я пока не понимаю, где это... Я этого 100% раньше не видел. Это для меня сейчас что-то новенькое. Я вот ни капли не жалею, что начал геймплей именно с этого момента. Я понял, что это последняя история. Но я уверен, что я в нее не играл. Поэтому будет интересно и мне, и вам. Я надеюсь, вы это смотрите, ну, тоже еще не видев... Помогите кто-нибудь. Еще не видев саму историю, давайте смотреть вместе. Ты бы вот так не ломился, тебе прилетит в голову за такие вещи. Пожалуйста, помогите. Боже, что с вами случилось? Как бы сказать, давайте я помогу вам зайти внутрь. Занеси его внутрь, да, пожалуйста. Тлеющие угли. Или угли. Ребята, извините, без понятия где там ударение. День первый, да. Ну, давайте. У нас базовый дом будет другой. Помогите Погорину настройки. Надпись. Хотя... Ну, я не знаю. Если тут нет подвала... Кто у меня тут вообще есть? Кто эта девушка? Наверху есть костер. Вот, понятно. Суровая зима сковала Погорен, сделав жизнь в осадном городе еще сложнее. Люди пытаются выжить под постоянными бомбежками, снайперским огнем, в голоде, а теперь еще и в невыносимом холоде. День за днем Аня преодолевала трудности, как вдруг у нее на пороге появился мужчина, умиравший от пульовых ран и холода. Он упал без сознания и не колеблясь... И она не колеблясь забрала его в дом в надежде, что он поправится и расскажет, что с ним случилось. Любопытная Аня. Ну, с другой стороны, что же делать-то? Так, она у нас сирота. Ты у нас очень голоден, тяжело ранен, приходит в себя, легко ранен. А, тяжело болен и легко ранен. Так, что у нас по лекарствам? Что у нас по лекарствам? Так, дров 5. Давайте лутаться. Понятно. Лекарств у нас нет. Какая красота! То есть он сейчас может рандомно просто сдохнуть. Градусы у нас плюс 8. Это отвратительно просто. Надо хотя бы плюс 16. То, что он тяжело болен. Если будет холодно, он просто сдохнет. Взять все. Блин, тут время идет в реальном времени. Так, взять все это детали для оружия. Но я бы не сказал бы, что это мне... То, что мне сейчас прям надо. Печка. В печку надо закинуть дров, но дров у меня нету. Ага, вообще ни разу. Отличнейше. Начало просто суперское. Поехали сюда. Будем лутать то, что у нас тут есть. Время идет. Мне вообще, блин, не радует ни разу. Воду можно будет тут набрать, но ее надо будет растопить. Нам нужно хоть какие-то дрова. Окей, 3 деревяшки есть. Оружие, все дела. Это, конечно, все классно, но бывшая мастерская дедушки. Давно я здесь не была. На самое время. Вот понимаете, тут куча дерева. Вот игрушечный тур, который он для меня вырезал. Тур это в смысле бык, имеется же в виду, да? У нас будут флешбеки. Воу-воу-воу, полегшая игра. Вы чего? Такого раньше не было, по-моему. Дедушка. Когда я вырос, то, я буду художницей, совсем как ты. Конечно, будешь. Талант у тебя в крови. А еще ты у нас страстная натура. Это точно. Дедушка, ты надо мной смеешься? Что ты, Аня? Я бы никогда... Кстати, у меня кое-что есть. Иди-ка посмотри. Что ты вырезал? Лошадка? Это бычок. Почти. Это Вышинский тур. Ты таких никогда раньше не видела? Не, но кажется, я читал о нем в одной из твоих книжек. Эти туры жили недалеко от Погорина, да? О, да. На крутых склонах Вышинских гор. Они веками указывали нам путь и защищали наш народ. Они стали символом нашей свободы. Держи. Символ свободы. Можно мне его оставить? Он теперь твой. Но ты должна его беречь. Совсем как древние туры, когда-то берегли Вышинцев. Ну, то есть, тура ты не особо ценила, да? Хотя, это твоего дедушки. Блин, нам, скорее всего, могут предложить его сжечь, но я бы не хотел, на самом деле. С другой стороны, если придется. Деревянный тур. Изобретательное искусство. Статуэтка тур из липого дерева. Легендарный символ Вышини. Девушка вырезала... Дедушка вырезала ее для Ани, когда-то была совсем маленькая. Это самая дорогая ее сердцу вещь. В коллекции напоминающая счастливое в детстве, пройденном с дедушкой. Пустить на дрова. Картина «Наш дом». Акварель с изображением фамильного дома Ани. Мать Ани нарисовала еще до рождения дочери. Это одно из немногих вещей, оставшихся у Ани в памяти о матери после ее смерти. Скульптура «Память предка». Австрактная скульптура, вырезанная Аниным дедушкой из дубовой колоды. В этой серии скульптуры он хотел показать современное прочтение природных мотивов. Ожерелье. Пустить на дрова не получится, кстати. Это 5, это 8, это 3 картины. Можно удачно пустить на дрова. Золотое жерелье, которое женщины семьи передавали из поколения в поколение. Мать Ани должна была отдать ей дочери 18 дней рождения, но ей не дали шанса. Важное. Важное вот это и важное вот это. Смотрите, у них обозначение. Отцовские часы. Отобранные. Отобранные. В смысле, отобранные... Куда отобранные? Или кем? Их можно тоже пустить на дрова, потому что коробочка, видимо, это... Шизарские часы, принадлежащие отцу Ани. Он получил их от мэра Погорена в награду за особый вклад в архитектуру города. Он считал, что такие часы не к лицу скромному человеку, вроде него. Но бережно хранил их, как на черный день. Ну вот, понятно. Нам придется много чего из этого использовать, я чувствую. Еда, дрова, вода, сахар. Сахар это хорошо. Из сахара можно будет потом делать алкоголь. Напоминаю, ребята, алкоголь это абсолютнейшее зло. Но с точки зрения игровых механик нам придется его использовать. Тут уж без этого не обойтись. Сделать удобрение? Нет, подожди, пожалуйста. У меня есть уже базовая лаборатория. Хорошо. Так. А вот оно у меня есть. Удобрение цета. Я думаю, что я вскрою отмычкой. Хотя чертову. Посмотрим, как оно будет. Когда коллекция разрослась, дедушка Ани расширил мастерскую, чтобы вместить больше произведений искусства. Но тут их уже не будет. А вот это повторно я не смогу уже, да? Или это мне второй раз кинчик покажет? Ну, сара хранится коллекция искусства, которая семья Ани собирала десятилетним. Тут есть уникальные экземпляры вышинского искусства. Памятные вещества дорогие Аниному сердцу. Это единственный материал напоминания о ей прошлом. То есть, типа, чувак, ты можешь их сжечь, но смотри, тебе потом будет стыдно. Это вы мне хотите сказать. Так, у нас есть еда, у нас есть мастерская. Как я на тебя-то переключился, дурачок. Давайте... Не-не-не-не-не-не. Стой, 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 стой. Надо сначала вот тут. Блин, день заканчивается. Надо быстрее шевелиться. Взять все детали. Сахар, отлично. Что мы можем сейчас сделать? И как мы можем заапгрейдить? Так, у нас есть вторая кровать. Я не говорю, что мне нужна вторая кровать. Мне бы нужно на самом деле Слесарный верстак Сделать Нет, а можно его? Тут я не уверен Тут я может быть вторую кровать буду ставить Хотя оно так стоит криво Да, давай Слесарный верстак будет наверху Надо будет закинуть дров Надо будет Возможно если получится сейчас улучшить печку Было бы классно, она будет более Энергопотребляемой Ну то есть меньше дров будет жрать Скорее всего, сейчас посмотрим Открыть, не открыть У меня одна отмычка всего лишь Если у меня получится сделать сейчас ломик Я бы хотел его сделать Он как и оружие будет и много чего Вообще идеально этот топор Но топора нам как ломик Да, сделай пожалуйста Вот ломика мы сейчас это и вскроем Потому что отмычку Да, мы можем сделать Но они годятся Для открывания в стелсе Нам придется сейчас идти на вылазку Потому что чувак офигеть как болен Ему нужны лекарства Ему температура почти идеальная Для чего? Плюс 6 Сирота, ты че? Есть ломик Есть ломик Вскрываем шкаф Ну просто одному тут остаться Это не вариант Это потому что Кому-то придется все делать Кому-то придется ходить на вылазки И всякое такое Нам нужно вытащить вот этого чувака Но как его Ооо, лекарства? Нет, еда Еда, вода Оружие Взять все Выйти Чешем сюда Ачивочка пришла Закончили расчищать свой собственный дом Ну было бы неплохо, да Что тут? В эту небывалую зиму Бороться за выживание Стало еще сложнее, чем раньше Мы должны постоянно следить за температурой И Исправно За исправностью отопления Чтобы оно еще не замерзнуть Насмерть Если мы сможем поддерживать температуру Не ниже 10 Все будет в порядке И не ниже 10 Лучше повторить Если он что-нибудь Проверить А, у нас Угу Я понял У нас не хватает Так, нужен термостат Да, если Терморегулятор Извиняюсь И деталь не хватает Но детали у меня могли сейчас быть Но Так Погоди Нам сюда Я не помню Как дрова делать Это глупо Но я не помню Как дрова делать Или для этого Печка нужна А не Вот тут можно делать Дрова Расходный материал И топливо Из дерева Или из этого Лучше конечно же Из дерева Раз, два, три, четыре Пять А для обеда Что нужно Пять Тогда сделай Четыре топлива И попробуй поставить Плиту Но для плиты У нас уже не будет По крайней мере У нас будет еда Чувак очень голоден Нам нужно будет Его хоть чем-то накормить Я не знаю Что мне делать Ночью Оставить его здесь Он сдохнет Я знаю Что ему нужны лекарства Нам придется идти на вылазку Вот в чем проблема Так Сделать плиту Пожалуйста Я не успеваю Растопить хату Что ли Сейчас посмотрим Надеюсь Что успеваю У меня два часа Осталось Блин Надо будет Быстро Сейчас закинуть Все дрова Что есть И надеяться Что температура Успеет к ночи Подняться Остался час Я не успею Хавчика Я все равно Тоже не успею Сегодня сделать Все Пошла наверх Быстро Дрова Прогорают Надо хотя бы Десять градусов Держать Все Все что есть Хорошо Закинули топливо Завершить день Десять градусов Отлично Так Хорошо Ты спишь в кровати Мы идем добывать У нас Одиннадцать ячеек Всего лишь Ну Можем найти На соседский дом Немного материалов Немного А Много оружия Много запчастей Маленький домик Неподалеку От Аниного коттеджа Там живет Старик Тито Друг Анинх родителей После смерти Жены Он стал Затворником Но пожалуй Стоит Нанести ему Визит Может он Сможет Поделиться Лекарствами Там ничего Про лекарства Кстати Не написано Материалы Оружия Запчасти А на стройплощадке Еда Материалы Оружия На стройплощадке Печальное Напоминание О Прерванной Программе Застройки Погоре Нам запрошено Ладно Пойдем сначала В соседский дом Супермаркет Не могу попасть Туда Из-за плохой погоды Ну Не написано Опасность Будем надеяться Что Я даже не знаю Что с собой брать То Восходники Ломик Я бы взял На самом деле Ломик Но я не знаю Как он к этому Может я отмычку возьму Обкрадывать его Что-то Не знаю Взять все Пока что Берем все Потом посмотрим Снайпер Очень классно Вон сосед Я могу с ним поговорить Там было сказано Что вроде как Они В дружеско-соседских отношениях Можно утонуть Сначала все Что здесь снаружи Мне материалы нужны Материалов Мне надо много Но на самом деле Самое важное Будет именно лекарство Если получится О Электроника Блин Электроника Тоже тема Ловушки Я не помню Ловушки для крыс Для зверя Они на втором уровне Вроде доступны Так Это стакается Отлично Она вроде как Негромкая Берем все Места Чертовски Мало Остается Из холодильника Красть Но на самом деле Еда мне сейчас Не особо и нужна Я бы вот эту дверь Открыл бы Много лута Пока забирается Заберу Мне лучше потом Это где-то В другом месте Заныкать В одном Где-то Чтоб я знал Что оно есть Можно будет Гильзы сбросить Все эти детали Для оружия Детали для этого Электронику Я не оставлю Ну Знаете чем Допустим Я здесь Ищу удобрения Оставлю Теперь можно будет Пойти поговорить С ним Я не знаю Надеюсь Он на меня Не набросится Тут есть Электродетали Но пока что Я вроде ничего не взял Пока еще ничего не украл Просто смотрю Вода Сахар Дед Что самогонщик Тут что ли Так Тито Вы в порядке Коллекция Винилных пластинок Тито Истинный ценитель музыки Собрал немало Уникальных записей Эти альбомы Давно Не производятся А Тито С их помощью Возвращаются В лучшие Довоенные времена Это конечно Печально Так холодно Это ты Мне нужна твоя помощь Пожалуйста Мне нужно Как-то обогреть Жилье Я уже Сожгла Все Что Милочку Тито Это женщина Или У меня Тоже топливо На исходе Но я попытаюсь Что-нибудь придумать Тебе стоит Сходить В институт Самуила Там работают Хорошие люди Они помогают В нашей общине Иногда Помогали Мне Но я давно Их не видел А не видел Ну то есть Тито Это все-таки Мужик Надеюсь С ними Ничего не случилось Я посмотрю Что можно сделать Пожалуйста Если ты ничего Не найдешь Я знаю Ты собираешь вещи В сарае Я конечно Не должен спрашивать Но Может ты могла бы Пожертвовать Чем-то из коллекции Сейчас вопрос Жизни и смерти Мне нужно топливо Для печки Или я замерзну Насмерть Мне плохо А все что У меня ушло В топку Я замерзаю Нужно 6 топлива Дай мне секунду Но у меня Прошу Сделать что-нибудь Я замерзаю Так Ну за эту ночь Я точно Тебе ничего Не сделаю За эту ночь Я тебе точно Ничего не сделаю 6 топлива Это до черта Прямо Моя единственная Надежда Сейчас Это Сделать топор Если у меня будет топор Тогда я смогу Разрубать старую мебель Это очень много Мне даст Давай я вот это еще возьму Мне кажется Это сейчас важнее Все валим к выходу Холодильник я трогать не буду Электронику у него стырил 6 топлива 6 топлива Это до черта Она печально Миночка Она печально Потому что Я не успел посмотреть Потому что мы украли Или потому что Хорошо Будем посмотреть Становится очень холодно Да просто Офигенно Спасибо Мне нужен топор Достаточно Дров До собра Достаточно Будет непросто Знакомец Умирает С голода Мы должны Достать ему Еды Продолжить Горчина Устала Тушевна Устала Это понятно Так Готовить Двойная Две порции дров Надо Можем только из этого Сделать Да Сделать Я сделаю Две порции Хавчика Так Минуточку Я пошел к соседу Тита Чтобы узнать Не поделится Леон Припас Мне оказалось Что ему еще Хуже чем мне Он замирает И голодает В своем Курочном Холодном домике Он Попросил Дать ему Топливо До обогрева Но мне самой Не хватает Если только Я не начну Жечь старые вещи Из коллекции Погоди Насчет старых Вещей Из коллекции 6-16 Морковка Мясо Сделать Да Мне лекарство Надо Лекарство Фиг знает Где достать Печально Она устала Голодна Пока что Голодна То что она Голодна Можно вообще Игнорировать Так Умирает от голода Тяжело Болен Ранение Прошло Прикиньте Очень голоден Давай ему Вторую порцию Впихнем Он тогда Будет просто Голоден Да Они оба Будут На одном Уровне Мне нужна Будет Трава Для того Чтобы Да Он теперь Просто Голоден Встать Он не может Отлично Ты у нас Пашешь Вторую смену Сегодня Что мне Нужно Для грейда 15 дерева Мне нужно Для грейда Я потрачу Все детали 15 дерева 15 дерева Это просто До черта Это до жопы Это вот Вообще Просто В космических Масштабах Тут я не смогу Собрать Хотя 1 5 8 Это Чит Ну я смогу Собрать Тут 15 дерева Но Да ну вы чё Это ж Чекануться Я сожгу Вообще Все Важное Это Вот это И важное Это Вот это Вот это Допустим Я не буду Трогать За этот Раунд Блин 6 градусов Вы офигели Там Нафиг 6 градусов 4 Давайте Я буду Нет Нет Стой 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 А тут Тебе Что нужно 7 дерева Везде Нужно Сраное Дерево Давай Тогда Делаем 4 материала И Идем На стройку Пытаемся Что-то На стройке Налутать У старика Все равно Уже Ничего Нет Я даже Не уверен Что я К нему Вернусь А ему 6 дерева Или 6 топлива Нужно Было Нам Надо Поговорить Пойдем Я забыл Что-то Нам Уже Приходит Кто-то Время От Времени Выслушай Меня Ну-ка Они Кстати Иконки Чата Изменили Привет Рад Что Вы Живы Здоровы Рада Рад Блин Ребят Что-то Творится С полом Это Должно Быть Аня Верно Да Но Вы Кто Ой Прости Наверное Меня Не Помнишь Меня Зовут Милена А Ты Все-таки Женщина Я Понял Когда-то Я была Подругой Семьи В последний раз Мы виделись Когда ты Была Совсем Маленькой Извините Но Я Вас Не Знаю Какими Судьбами Здесь Я Заведу Музеем Погорена Пытаюсь Спасти Наши Наследие Для Потомков Я Собираю Произведения Нашего Искусства Разбросанные И Разбомблен По Разбросанному И Разбомбленному Городу Мой Дедушка Б это Одобрил Похоже Действительно Были Друзьями А Да Я Помню Что Он Собрал Хорошую Коллекцию Местного Искусства У тебя Остались Какие-то Экземпляры Наша Фамильная Коллекция Да Она Перешла Ко Мне Да Фига Ты Это Говоришь Язык Твой Враг Твой Ты Офигела Я Стараюсь Сберечь Но В последнее Время Это Не Просто Не Сомневаюсь Именно Поэтому Я Здесь Хочу Помочь Тебе Спасти Дай Знать Если Тебе Что Понадобится Вообще Я Ухаживаю За Раненым Ему Очень Нужны Лекарства Еда Ладно Я Скоро Мою Это Моя Фамильная Коллекция Сегодня Ко мне Приходила Гость Зовут Милена И Она Заведует Музеем Погорена Она Показала Мне Милой Дружелюбной По словам Когда Она Была Подругой Нашей Семья Она Сильно Рискует Под огнем Прочесывая Город В поисках Значимых Произведения Искусства Это Впечатляет Не Знаю Смогла Я Столько Сделать И Спасение Нашего Наследия Будьте На Ее Мест Милучка У тебя В биографии Ничего Появилось Ты Валяешься У нас Как Валенок Хорошо Быстро Идем Отапливаем Да Не Ты Быстро Идем Отапливаем Это И Потом Дуем На Стройку Нам Нужно Быть Сделать Вторую Кровать Ну Или По крайней Мере Поднять Вот Этого Чувака С Переключаешься Постоянно Сюда Иди Протопи Дом И Заканчиваем День Все Завершить День На Восьми Градусах Фигово Фигово Завершаем Институт Самуила Много Еды Материалов Запчастей А Немного 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 Много Оружия Много Запчастей Немного Материалов Поехали На стройплощадку Добывать Ломик Я с собой Возьму И я возьму С собой В дорогу Вместо Чемодана Блин Как бы тут Не было Кого-нибудь В прошлых Ну не в прошлых Частях В прошлых Играх Стройка Была Это вообще Такое Лютое Место Где Обычно Снайпер Наверху Сидел Драгоценности Ладно Пока Забираем Потом Лучше Ближе К выходу Сложим Дерево Главное Забираем Дерево Потому что Мне его Надо Много И чтобы Топить И чтобы Заапгрейдиться И для Всего Вот Так Пока Пока Что Что Лутаем Все Офигенные Крутые Вещи Но Они Нужны Не Сейчас Они Нужны В Среднем Промежутки Игры Вообще Не Сейчас Тут Нужно Будет Перепиливать Я Понял Это Мы Сможем Сделать Ножовку Потом По моему Если Я Правильно Помню Нам Нужно Будет Заапгрейдить Оружейный Верстак Лезем По крайней мере До Этого Игра Нас Честно Предупреждала О Опасности И Сейчас Я Надеюсь Что Не Будет Никакой Подставы Когда Игра Пишет Что Нет Опасности Надеюсь Опасности Реально Не Будет Я Так Понимаю Что Мне Все Так Нужна Будет Ножовка Для Самых Вкусных Вещей Дерево Чертовски Мало Мне Надо Больше Мне Надо Больше Золото Так Начинаем Наверное Потихонечку Сбрасывать Вещи Кофе Драгоценности Шестеренку Я боюсь Не могу Сбросить Слишком Ценно Детали Так У нас Тут Значит На третьем Этаже Есть Нычка Пойдем Не знаю Как туда попасть Я понял Пойдем Тут Искать Дерево И детали У нас В приоритете Особенно Дерево Сейчас Может быть Даже Детали Придется Сбрасывать Это Забираем Это Забираем Гильзы Возьму Потом Сброшу На обратном Пути Или В другом Месте Место Чтобы Прятаться Чертов Шум И Вот Этот Шум Это Это Человек Или Крыса Вот Откуда Мне Знать Или Страшно Очень страшно Если бы мы знали Там Там Какие-то Люди Если я Сейчас Начну Ломать Это Будет Очень Громко Да Да Вроде Они Не Слышат Хоть Не Зря Фомку С собой Взял Было Бы Обидно Дерево Дайте Черт Электронику Возьму Это Выложи Все равно Дерево Очень Мало Дерево Очень Мало Я Рассчитывал Что Настройки Его Будет Больше Вот Тут Может Быть Пожалуйста Медикаменты Хорошо Годится Голодна Печалена Ох Рискуем Вода Дофига Воды Еда Электроника Остается Здесь Черт Черт Воду Я что Одну Что Ли Взял Из Десяти Или Чем Я Молодец Да Так Значит А мне Так Деталей Не Хватит Вот Вы Конечно Там Нужно Было Сколько Деталей 30 По-моему Я Потратил То ли 16 То ли Что-то Такое На Обогрев Все Бежать К выходу Ты Что Делаешь Сюда Иди Ты Можешь Пожалуйста К этому Выходу Бежать Чтобы Они Тебя Не Услышали Ничего Не Успей Вернуться Тут Тридцать Сорок Успели Хорошо Так Он Тут Не Сдох Еще День Третий Я Не Помню Может Ли Человек Восстановиться Самостоятельно Привет Посмотри На Эти Вещи Вот Будет Каждую Ночь Болен И Постоянно Кашляет Он Выглядит Тяжело Больным Я Понимаю Где Я Тебе Лекарства Возьму Сильно Устала Печальна Голодна Ты У нас Голоден Тяжело Болен Ты Не Слышишь Спасибо Тебе За Помощь Что Произошло Кто Ты Меня Зовут Рубен Они Убили Нас Всех Нас Кто Военные Они Пришли В синагогу С Факелами Начали Стрелять Я Спрятался Пытался Спасти Что Мог Не Мог Им Помочь Мой Народ Мои Друзья Все Мертвы Все Закончилось Твою Безопасность Тебе Нужно Отдохнуть Так А Тебе Готовить Блин Надо Бы Так Погоди Что У нас Нужно Мне Нужен Топор Просто Офигеть Как Раненый Мужчина Сегодня Недолго Очнулся Его Зовут Трубин Выжил В Погроме Синагоги Он Все Еще Очень Слаб Так Что Больше Ничего Не Узнала Надеюсь Когда Ему Стоят Лучше Он Расскажет Мне Что Случилось Дома Звездец Как Холодно Мне Не Хватает И До Черта Дерева И Теперь Еще И Материалов Не Хватает Сейчас Просто На Секундочку Глянуть Это Мне Дает Дерево Или Растопку Это Важно Это Мне Дает Растопку Давай Чувак Впустить На Дрова Потому Что Иначе Мы Просто Не Доживем Взять Все Я Не Знаю Где Мне Взять Дрова Там Дров Но Я Больше Не Видел Там Будут Материалы Еще Я Могу Туда Сходить За Материалами Ну Блин Так Его Можно Только Покормить Ему Нужны Лекарства Надо Было Наверно Сходить На Тут Чертов Склад Я Не Знаю Даже Сейчас Давайте Посмотрим До Десяти Часов Вечера Радио Печка Стул Кровать Даже Не могу Сделать У него 8 Дров Надо Да Ну Какой-то Гиблое Место Честно Говоря Чувак Ты Б Встал Там Что Ли Немножко Я Очнулся В Маленьком Доме Хозяйка Девушка Ухаживает За мной Не Помню Как Здесь Оказался Но Я Очень Благодарен За Все Что Она Делает Я Должен Выздороветь Отблагодарить Курильщик Курильщик И Трезвенек А Ты У Напомню Кто Ты Трезвенец Ясно Но Неплохо Восколько Там В 10 Часов Приходят Люди Сейчас Так Давай Наверх Нам Надо Раскочегарить Печку Я так понимаю Что Нельзя Чтобы У нас Температура Топала Ниже 10 градусов Иначе Ему Станутся Хуже А так Он Вроде Как Больше Не Требуется В смысле Больше Нельзя Вот Температура Стала Повышаться Если Сейчас Скипну То Температура До ночи Успеет Упасть Потому что Прогорят Дрова Еда Еда Тебе Пока Не Нужна Подожди Я Не знаю Что Там За Два Бомжа И Честно Говоря Учитывая Что Там Есть Место Спрятаться Я Не Уверен Что Хочу Знать Что Там За Два Бомжа Терморегулятор Нужен Которого Которого У меня Нет И в Помине Его Не Будет Пока Я Не За Обгрыжу Это Потому что Дров Нет Просто Офигенно Просто Знаете Ребят Офигенно И Оно Не Поднимается Выше 7 Грауса Потому что Ну Вот Так Вот Можно Поставить Вторую Печку Правда Но На Это Уйдут Опять Все Дрова Что У У Есть Да Это Дело Что Для Тебя Много Чего Делать Согласен А Это Что Такое У Нас Ну Это Рюкзак Незнакомца Я Не Буду Копаться В Его В Вещах Но Я Заметил Что Там Религиозные Предметы Молитвенные Шали Украшения Сыча Подобная Полка Немного Для Него Значит Я Уверен Что Это Можно Сжечь Я Просто Уверен В Этому Что Это Можно Нафиг Сжечь Дедок Тот Наши вещи Сколько У меня Растопки У меня Как раз Шесть Этой Растопки Можно Пойти Попробовать Кстати Дедка Спасти Но Я А Нет Я Уже Нет Я Уже Забью Растопку Нашу Сюда Завершить День На Шести Градусах К нему И не Пойду Потому Что Ну Тяжелые Бомбардировки Остаться Дома Ну Остаться А что я Сделаю День Четвертый Рубен Болен Постоянно Кашляет Выглядит Тяжелопольный Чувствует Себя Гораздо Лучше Вам Нужно Лишь Присматривать За ней Здорово Крыша Сарая Валилась Во время Бомбежки Надо Спасти Часть Коллекции Хорошо Ребятушки Давайте Тогда Я Предлагаю Крыша Валилась Через стену Частично Обрушились Предлагаю Туда На этом Моменте Заканчивать Потому Что Автосейв У нас Происходит Каждый Новый День Очень Голоден Тяжело Болен Очень Голодно Нам Нужно Будет Хавчик Еще Приготовить В общем Ладно Тогда Давайте На этом Заканчивать Пишите Что Вы Думаете Ситуация Офигеть Какая Сложная Я ненавижу Вот эти Зимние Старты Я Помню Я Как-то Играл Там Есть Один Человек Забыл Как его Зовут Который Офигенный Математик Но Каждый Раз Когда За него Начинаешь Играть За его Пати То Я Лично Крайне Рад Что Эта Игра На Канал Возвращается Мне Интересно И приятно В ней Играть Надеюсь Вам Будет Интересно И приятно Это Все Смотреть Жду Ваши Комменты Пишите Что Вы Думаете А Пока Что На Продолжение следует